привет отрешил выйти в прямой эфир поделиться нашей дорогой много людей кто любит путешествовать я сегодня в качестве ассистента у меня ассистент очень дорогой валерия смотрите какая красота не заборная речка кто-нибудь был местечке лаутер брюннер брюнн посмотрите какая красота мы едем из интерлакена такой швейцарский курорт если честно не очень понравился потому что он достаточно большой фактически как город мы все-таки предпочитаем более уютные места вот вчера были в штате потрясающе просто уютно в шале и при всем при том цивилизация такая мощная так что не знают интерлаген это не очень запал душу ну тоже классно красиво конечно очень ухоженно тоже своеобразно представляете там находится один из старейших отелей в мире я даже зашла в интернет посмотрела он входит в десятку ой да она да анка привет в десятку входит старейших отелей мира он был построен в 1300 каком-то там году представляете перестроен был в 1491 получил свой герб конечно вот этот момент мы уже сняли сфотографировали это здание со мной до сих пор представляете как нам догнать их всех 500 похоже на крым ялту да просто более ухоженно здесь нет ни одного сантиметра бесхозного жалко что мы сейчас не проезжаем вот та дорога из штата вела там конечно удивительно там она идет вдоль скал и можно посмотреть как укреплены горы как здесь дорожат человеческими жизнями сетки стоят укрепляющие всякие бордюры настолько красота снимаю наугад потому что слепит солнце у меня все видно все видно я надеюсь да я поздороваюсь покажу реально красиво живой красивый да да в живой камер не передает совершенно привет здесь не отвлекайся я за рулем не отвлекайся прекрасного автомобиля сколько там народ у нас прямом эфире давно не было а главное покажи стройку смотри для одной пылинки а стройки здесь какие я прямо в этом в этом году прямо уже собираю фотографии со швейцарских строек я не пойду как можно строить без пыли и грязи совершенно непонятно мне стерильно а вот однажды я видела как кладут асфальт кусок асфальта меняли в городе представляете они взяли ту часть которая остается которые не снимали закрыли целлофаном и рядом находящийся тротуар затянули в целлофан и оставили только тучей дороги которая нуждается переделки что они положили новый кусок асфальта все остальное осталось действенно чисто на нас в эфире прям 269 человек сейчас с утра в москве 11 до москве 11 часов рабочий день между прочим красота смотрите в принципе очень похожи на наши горы все да горы все похожи ух снег посмотри наверху высота какая абсолютно здесь не видно камера засвечивает карту не смотри только пожалуйста по странам да умер дуард успенский ужасно жалко грустно грустно вообще что жизнь конечно потому что конечно с его персонажами связано наше детство мы вновь влюбились в них когда своих детей уже растели кстати на его мультфильмах будут расти внуки наших внуков потому что к сожалению ничего подобного больше для детей не создавалось тех пор появляются какие-то интересные проекты мне кажется что какие вы знаете мультфильмы такие вот прям вот которые вы смотрели все от мала до велика сегодняшние сегодняшнего дня созданные в сегодняшнее время напишите поделись на жизнь на земле конечно я понимаю сейчас можно рассуждать говорить что да к сожалению на земле он уже не сможет творить я лишь об этом что там пишут ух какая красота сегодня мультфильмов нет а маша медведь я вот не видела этот мультфильм но говорят что очень популярен он совсем не покажи вот эту красоту я показываю показываю все видно да видите там горная река главное ты не отвлекайся я все покажу я все покажу нет сейчас таких мультиков пишет через один километр вы достигнете места назначения через один километр я отвечаю на комментарии по мере возможности я что же хочу смотреть по странам сегодня по день памяти виктор обертывающих цоя фиксики а кстати вот давайте по очереди поговорим я видела что просили рассказать иосифа о его дружбе стоим вот виктор был необыкновенно есть не смотри куда я тебя просто на виктор был необыкновенно порядочным человеком потрясающим поэтом и музыкантом он умел дружить у него не было капли пафоса надменности он был всегда приземленным и это еще делало его мощнее вот личность такого планетарного масштаба я его очень любил и всегда вспоминаю все те дни и минуты когда мы с ним встречались когда он приезжал к нам в гости место назначения на вот так вот это грустно что он ушел так рано сколько бы он еще мог сделать но и все произведения и все стихи которые написал поэзия его она будет вечно и всегда будет актуально потому что действительно 2000 лет война война без особых причин война лекарства против морщин это правда погибают молодые погибают молодые понимаете это 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 страшно просто страшно очень и сегодня это вот пойти как это еще там у него в строчке да через день уже трава и цветы красная красная кровь через день уже трава и цветы это правда к сожалению расскажите про дружбаうん просили я этого для дружбы сказал что он был потрясающим человеком ну как можно сказать про как можно рассказать о дружбе он был хорошим дружба Ну, как же, приходил в гости, что вы ездили с ним покупать автомобиль. Ну, да. Ну, это я уже тысячу раз рассказывал. Как познакомились? Ну, приехали. Познакомил нас с ним Юрий Шмилич Азершпис, поскольку он с ним работал. Вот. И мы с ним просто подружились в то время. И, в общем, так и подружились. И так просто были хорошими. Я его встречал в аэропорту на автомобиле, на котором я влупился. У меня была «Жигуля-7». Мы ездили с такой скоростью. Шереметьево, я помню, он прилетел. Я его поехал встречать. А потом мы летим. Я быстро доехал до города. Он говорит, «Юська, ты влупишься однозначно». Он мне звонил с Эльбруса. У нас было очень много смешных историй разных таких. Вот. Он мне звонил отовсюду. Посмотри, мы правильно приехали. А, как я посмотрю? Так, 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 где я? Секундочку. Не, а еще едем прямо. Еще едем? Да, да, да. Чуть-чуть. Ну, через минуту прибыл. Невероятно красивое место просто. Лаутер Бруннен. Я видела на фотографии это место много раз. Я подписана на один аккаунт интересный, на аккаунт одного фотографа швейцарского. Фотографа? Я каждый раз просто, знаете, как... А здесь можно парковаться? Или мы еще не приехали? Ну, у меня показывают, что еще не приехали. У меня она сама центрная показывает. Так вот, и я все время видела, что он отмечает вот это местечко Лаутер Брунен. Видимо, он где-то здесь живет неподалеку. И вот сейчас, когда мы оказались в Интерлакене, решила, что обязательно должны сесть посмотреть своими собственными глазами. Какое-то место удивительное. Здесь 75 водопадов. Водопадов красивых. Вот, вот паркинг. Посмотрите, какой вид. Просто мощь. Ну, нереальная мощь. Боже, какая красота. 24. Где Артемий? Артемий на работе. Вообще, все дети сейчас работают, а мы отдыхаем. Уже можем себе позволить. Вообще, кстати, потому что-то есть вдвоем. Просто выехали. И думаем... Сейчас я пока пойду оплачу. Сейчас, секундочку. Через 600 метров сверните на меня. Без особого плана. Останавливаемся. Смотрим. Ночуем в каком-нибудь городе. Едем дальше. Да, это правда. Все, мои дорогие. Я с вами прощаюсь. Не знаю, как революция, конечно. Ох, нас уже 314. Ну, я-то взял бы дальше. Мне больше, что мне зарядки не хватит. Интернет вообще сейчас весь закончится. Нет, интернет не закончится. Мы находимся... Лер, я здесь же подключился. У меня швейцарский номер. Возьми мою сумочку, солнышко. Пожалуйста. Я тогда не буду куртку одевать, да? Только кепку одену. Смотрите, какая красота. Ух ты! Нереально просто. Сейчас пойдем по горам. Сегодня план километров 20. Так. Кепочка моя. Лер, возьми шапочку. Дождя ж сегодня не будет. Такая у нас прикольная машинка. Не, не надо куртку. Мне точно. А? Аккуратно не задень машину. А то я всегда задеваю машину. Ну да. Здесь жарко, правда? Жарко очень. Мне жарко. Лер, хочешь возьми на всякий случай? Не надо. Ты же мерзлявая. Сейчас возьму. Давай. Честно говоря, не знаю, хорошая ли это затея с прямым эфиром, но вот решили с вами поделиться коротким нашим путешествием. Солнышко. Ты против, солнышко? Я понял. Так, стой. Надо машину поставить на этот. Все. Поставил. Пошли. Телефон. Посмотрим ничего, потому что народ злится, что мы не отвечаем на вопросы. Значит, либо прямой эфир, либо... Я не могу сейчас отвечать на вопросы, ребят. Просто могу показать красоты, по которым мы идем. А на вопросы ответим потом. Смотрите. Просто бомба. Как говорит наш сын Пушка, это местечко называется Лаутербрюнен. Брюнен. Брюнен, я так и сказал. Смотрите. Какая бешеная красота просто. Начинаем отсчет наш. Все. Начинаем наших километров отсчет. А еще есть, говорят, местечко, куда не ходят туристы. Смотрите. Видите, на велосипедные трассы. Все посчитано. Все посчитано. Можно пойти. Вот столько, сколько хочет, да, прогуляться. Смотрите. Вот выбирайте себе время, например. 4.30. 40 минут, например. 4.50. Это километров 20. Кому-то в час 10. Вот это на фуникулёре показано. 10 минут. Лаутербрюнен. А может, на фуникулёре поднимемся? Посмотрим. Кто-то позвонил и сбил наш прямой эфир. Друзья, я, наверное, все-таки отключусь. Пусть послушают, как ты дышишь. Не надо. Стой. Что это такое? Я хотел отключиться. Валерий говорит, пусть послушают, как ты дышишь. Пусть послушают, как ты дышишь.